Есть поручение президента Российской Федерации в связи с трудностями на рынке импортозамещения и соответствующими санкциями. Есть поручение про контроль, мониторинг и контроль цен. Я на аппаратном совещании ставил такую задачу, я попрошу вас доложить, но не по ходу работы. Уважаемый Сергей Иванович, вопрос мониторинга цены и динамики находится под постоянным контролем Главного управления потребительского рынка и лицензирования. Ежедневно мы проводим мониторинг цен по 22 предприятиям торговли, которые включают в себя сетевые, не сетевые, не стационарные торговые объекты, рынки и в том числе АЗС. По 40 позициям социально значимых для населения товарных позиций, продуктов питания. Основная цель проведения нашего мониторинга – это, безусловно, контроль над ростом цен, принятие мер по их сдерживанию и обеспечение наличия в сетях и в торговой организации достаточного количества продуктов питания для социально значимой категории населения. Вместе с тем хочу отметить, что в соответствии с 381 федеральным законом Российской Федерации об основе государственного регулирования торговой деятельности предприниматели и торговцы вправе сами устанавливать наценку. И в данном законе указано, что запрещается дополнительное госрегулирование, не предусмотренное законодательством Российской Федерации. Данное госрегулирование предусмотрено законодательством Российской Федерации, в том числе на продукты питания, детские продукты питания и лекарственные средства основных жизненно необходимых категорий. Госрегулирование остальное не допускается. По вашему заданию, Сергей Иванович, нам и проведен мониторинг. Естественно, проводится не только города Севастополя, но и крымских городов. Был произведен мониторинг с выездом на место в Симферополь, в сети и рынки города, а также в Ялту. В результате этого мониторинга нами установлено, что в Ялте в сравнении с Севастополем по 28 позициям цены выше, исходя из 45 тех позиций, которые мы мониторим ежедневно. Соответственно, остальные позиции дешевле. По Симферополю 21 позиция дешевле, соответственно, 19 дороже. Также мы провели мониторинг с нашим самым близким соседом, Краснодарским краем. И там тоже прослеживается аналогичная ситуация. В Севастополе по сетям на 21 позиции дешевле, в рынках по 28 позициям дешевле. Соответственно, по 19 и 12 дороже. К сожалению, Россин действительно наблюдается не только в Севастополе и в Крымском регионе, но и по всей территории Российской Федерации. У нас, кроме того, накладывается отпечаток еще и достаточно сложная транспортная логистика, мы знаем, по морскому пути, которая на сегодняшний день по разному оценкам может обеспечить от 30 до 50 необходимого количества поставок продуктов питания. А также резким сокращением с 1 января поступлений продуктов питания, как правило, в социальные сферы и дешевых, с территории Украины, что проводится нашим управлением для снижения цен и контроля за их хвостом. Ну, во-первых, это обеспечение контактов между прямыми поставщиками и производителями Севхозпродукции с нашими рынками и сетями. Во-вторых, мы работаем с сетями по необходимости, безусловной представленности социальных групп товаров в сетях и установление минимальной наценки вплоть до нулевой на социально значимые товары. И в этом мы находим абсолютное понимание с нашими сетями. В-третьих, безусловно, мы участвуем в рейдах с правоохранительными органами, в том числе и с прокуратурой, о которой достаточно широко было уже освещено в прессе. Кроме того, с государственным унитарным предприятием, управляющей компанией рынки, на сегодняшний день разрушаются коррупционные схемы и есть уже определенные результаты по снижению издержек продавцов товарной продукции. В основном, безусловно, цен делается на производителях данной продукции при продаже на территориях рынка, снижение их расходной составляющей при реализации товаров населению, которое, безусловно, должно сказаться на снижении цен для населения. Вся работа управления направлена на соблюдение интересов севастопольцев и выполнение торговых правил Севастополя. Я вас попрошу привести конкретные примеры вашей работы. То есть, что было неделю назад, какая цена была, какая цена сегодня, допустим, по горюче-смолочным материалам, по заправкам, автозаправкам. И второй вопрос, который наиболее болезненный сегодня, ну и может быть, это хлеб. За последнюю неделю на всех заправках, которых мы мониторим, мы мониторим абсолютно все заправки, произошло снижение цен. Значит, по дистопливу на 30 копеек, по А-92 на 20 копеек, по А-95 на 30 копеек. Я хочу еще отметить, что несмотря на новогоднее повышение цен, на предприятиях ГУК АЗС повышение цен с начала года не было вообще. Что касается цен на хлеб, есть абсолютно полное взаимопонимание с нашим основным производителем, царь хлеб, который производит более 100 тонн в сутки и реализует на территории Севастополя порядка 80% своей продукции, о недопустимости сейчас и в дальнейшем повышения цен на хлеб по социально значимым категориям именно продукта питания, хлеб, жаной и хлебной муки. То есть данное повышение цен именно по социально значимым категориям хлеба не произойдет. Такое количество хлеба выпускается ежедневно порядка 3-5 тонн и нехватки в этом продукте не наблюдаются. По хлебу, вы из Туковского центра хлеба развивитесь, достаточно ли вот этих трех тонн суточного для того, чтобы обеспечить социально значимое население наше? И второе, к монитору цен и контролю за ценами привлекайте общественность. Я такое пожелание выразил Общероссийскому народному фронту, они готовы принять в этом участие. Поэтому вы эти вопросы, пожалуйста, остыкуйте с ними и совместно с ними проводите. Второе направление – это не только сравнительная характеристика с ценами в Симферополе, в Ялте, в ближайших регионах, но и ваше предложение, как сдержать эти цены. С учетом того, что есть добросовестные продавцы, мы это с вами понимаем, да, и есть недобросовестные. А исходя из этого, когда вы привлечете общественность, я думаю, что надо на вашем сайте обнародовать, первое, это цены, мониторинг сравнительную характеристику и разницу, то есть ваша работа должна быть показана. И второе, наверное, надо делать список недобросовестных продавцов, те, которые в это тяжелое время, которые у нас сегодня происходят, пытаются, скажем так, завышать эти цены. Я думаю, вот этими рычагами мы с вами, это дополнительные рычаги для того, чтобы сдержать цены. Я вас в следующий раз заслушиваю, через неделю, или в процессе недели, если возникают какие-то экстремальные такие ситуации, пожалуйста, сразу мне доклад, а вот через неделю будьте готовы опять по критериям мне одолжить. И именно, опять-таки, не констатация факта, самая характеристика, а что сделано для того, чтобы мы эти цены сдерживали. Если есть необходимость моего участия в совещании или в разговоре с поставщиками, в разговоре с сетевиками, в разговоре с предпринимателями, пожалуйста, планируйте, я приму там участие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова